Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас новая техническая серия. Как вы уже знаете, после приемки лодки, когда мы вернулись на Гренаду, у нас уже накопился определенный лист задач, с которыми мы собираемся сейчас бороться. Итак, задача номер один – это ремонт автопилота. То есть я поеду сейчас в магазин и куплю щетки, которые, скорее всего, по разговору с технишином, поломались в нашем автопилоте, и он просто не нагнетает масла. Так вот, это то, чем сейчас мы с вами будем заниматься. Глава потратить 74 евро. Это вот щетки для электромотора, который находится в автопилоте. Вот. Групп депилотаж, ла-ла-ла, холдинг пэк. Где черепаха? Прямо за буйками мы сейчас, где-то в сантиметрах от буйков. Короче, вот эта вот херня, вот такая вот, ну, она меняется, правда, с проводочками, все здесь нормально, и меняется, и стоит 74 евро, этим будем заниматься. Я прямо аж расстроился. Надо было отдать. Ну, короче, ладно, поставлю, посмотрим. Мне сказали, что проблема только в этом. Это у нас автопилот. А вот это мотор автопилота, то есть, его сейчас нам нужно будет открутить. Вот, увидите, болтики, вот они. Сейчас я его буду откручивать, и, собственно, разбирать. И вот так вот, короче, медленно-медленно откручиваем все четыре болтика. Так, ну вот, двигатель готов. Вот я его сейчас, если сниму, из него польется масло. Поэтому нужно приготовить такой пин и вставить его на место. Ну что ж, давайте делать. Так, снял мотор, естественно, естественно, отсюда вылилось масло. И вот я всунул этот пин. Сейчас я покажу, его, наверное, будет видно. Вот он, он закрывает, короче... Он закрывает эту дырочку, из нее масло не течет. Так, вот этот звук странный, который у нас сбоку, сильно внимания не обращайте. У нас стиральная машинка работает. А мы начинаем разбирать вот этот двигатель. То есть нужно открутить заднюю крышку. Так, а вот этой вот отверточкой получилось. Так, далее, открываем крышку. Кстати, вот здесь очень важный момент. Вот вы видите вот этот вот носик. Вот он разбивается вот в этом месте, там где пин стоит. И это нужно проверять, из-за этого может глючить автопилот. То есть это, в принципе, наверное, единственная причина, из-за чего автопилоты начинают глючить. Так, разбираем. Да нет, не сказал бы, что здесь какая-то проблема. Эти штуки практически новые. Может быть, конечно, где-то здесь, типа, контакт нарушен. Нет, ну как, контакт здесь не очень хороший, но все равно они не так, чтобы они вообще не рабочие. Короче, непонятно. Я, конечно, поменяю на новые щетки, но что-то мне сдается, что это не в них проблема. Непонятно. Так, а теперь вставляем сюда новые щетки и закручиваем. Такс, вот они. Так, а теперь, чтобы это все правильно произошло, мы щетки открываем и вставляем туда эту часть. Так, эта часть готова. Теперь вставляем сюда. Вылетел, черт. Так, вот оно собралось. Далее берем, скручиваем. Ну и, соответственно, вторую сюда же. Ну что же, проверяем теперь работу автопилота. Такс, приборы включены, ждем. Такс, отпускаем руль. Идем сюда. Нажимаем ему follow-up. Проверочка. Ну, так-то вроде работает. Единственное, что непонятно, будет ли оно работать потом. Ну, короче. Далее только можно сказать ходовые испытания. Фиксируем. Стендбай. Короче, автопилот. Ну, так работает. А там будем смотреть. Непонятно. Задача следующая. Нам на топе нужно заменить ролики. Чем это сложно? То есть, нужно подняться наверх, на топ. Поднимается, естественно, на халярде. То есть, вас вытаскивают наверх, затем наверху нужно отцепиться, провести другой халярд, для того, чтобы потом была возможность спуститься вниз. Но он должен проходить не через топ, а быть закреплен отдельно. Затем нужно снять топ, разобрать полностью инфраструктуру сверху и его спустить для того, чтобы понять, что же там не то пошло с роликами. Поставить новые ролики, сделать процедуру в обратном порядке. То есть, подняться, закрепить и и вот. Короче, очень страшное занятие. Естественно, к сожалению, я не смогу вам показать все детально-детально, но выпуск конкретно посвящен замене топа. Получится, поэтому давайте, вперед, погнали! Получилось достать из мачты, но как вы видите, вот этот ролик, он вообще давным-давно заклинил, и просто по нему скользил фал, и вот его уничтожил. А вот это место, в котором оно упиралось в мачту, вот это то, как его ровно и красиво расточило. Ну, а здесь еще до такого состояния не успело, просто красивое треугольное отверстие посреди ролика. Ну, короче, фигня. Хотя, с Кенни они прожили, но идея у меня сейчас следующая. Что у нас получилось? В магазине я купил четыре вот таких ролика, но проблема в том, что наши пины, у нас в самом топе мачты, они на 10 миллиметров, а здесь были только на 12. Поэтому я заехал к друзьям, и мне дали вот две вот таких вот штуки, это 12-миллиметровые, то есть они сюда подходят. Осталось найти место в топе, и засверлить, и сделать отверстие немножко больше, и здесь и 12. стоимость такого ролика 24 евро или 20 евро, не помню точно. А вот эти вот пины мне сказали принести 6 банок пива. Вот такая вот история. Теперь идемте мерить, как оно в топе. Вы уже видели вот эти отверстия, которые я буду рассверливать. Вернее, сейчас рассверливаю, но здесь есть один нюанс. то есть вот вы видите, как проходила мачта, вот здесь вот есть след. То есть он проходил по вот этому вот как раз отверстию. Но если я вставлю вот это, то у меня есть лишняя запчасть, поэтому возможно придется его каким-то образом отрезать. Ну и соответственно вот здесь тоже история похожа. Может быть, да, я думаю, что так, но здесь есть возможность, может быть, я ролик просто перенесу, сделаю отверстие вот здесь и ролик будет нормально проходить через заднюю, вот через вот эту вот часть и идти вниз. Короче, тут есть еще поле для маневров и для размышлений. Короче, вот видите, вот как раз его размер, то есть то, что он немножко шире, можно регулировать шайбами. Но это все такое. Непонятно, как делать в том месте, где идет мачта. Дрель со сверлом номер 12. Сейчас будем сверлить топ. Так, вот, это первая 12, а вот это вот вторая. Но я ее сделал специально отдельно, потому что вы видите, здесь проходит вертикально шоу мачты, а мне нужно сделать так, чтобы вот здесь вот эта шайба была такая немножечко сзади. Короче, с этим понятно, а с этим еще сейчас будем разбираться. Ну что, проверяем. Так, ролик сюда заходит. ну, в общем, если с этой стороны нормально, то вот с этой стороны есть у меня шанс, что не получится. Может быть, его придется отрезать и сделать такое же вот отверстие, чтобы с той стороны можно было также запиновать. Но нержавейку сверлить вы сами понимаете. Радость очень спорная. Так, ладно, смотрим здесь. Здесь вот проходит мачта. Соответственно, ролик идет за мачтой. Ролик идет за мачтой и выходит вот отсюда. Вот видно. И вот так. С этой стороны все отлично. Устраивает не устраивает. Только вот эта часть и скорее всего просто придется вот этот вот ролик ролик ось вот так отрезать и засверлиться. И все. Я подошел к своему другу кашмиру и говорю кашмир у меня вот сзади вот эта фигня ее нужно отрезать и засверлить дырку чтобы можно было вставить господи как это по-русски будет. Короче, вы поняли чтобы разогнуть ее и она там держалась. Вот он мне выстрелил такую фигню. Что меня вполне устраивает. Ну, в общем, клево. И все ровненько, нигде не колется, нигде не царапается. Класс. Короче, вот так вот собрано. С этой стороны выглядит вот раз, вот два. Ролики крутятся. Так, здесь вот раз и здесь вот два. Ну, осталось это все ставить на место. Значит, теперь буду прикручивать якорный огонь. Вот я установил уже якорный огонь. Ну, и раз, раз уж пошло такое дело, что я снял уже топ. Я сейчас беру и вот у меня есть саморезы и есть такая специальная жижа, короче, ее вот в дырочку наливаешь. Эта жижа нужна для того, чтобы предотвратить коррозию, если стыкуются два металла. То есть, если, допустим, алюминий и нержавейка, в этом месте появляется коррозия, вот как вы видите, вот здесь вот. И для этого есть такой liquid. Теперь я беру, ставлю вот сюда вот так. Нет, не так, вот так, как оно было. Дырочки совместились. А теперь беру и закручиваю саморезами. четыре штуки, пока не затягиваем, потом обтяну. вот, вот так. Виндекс мы установим попозже, потому что я хочу его проверить работоспособность, еще не поднимая, пока он будет стоять на семье. косяк, смотрите, вот видно здесь проходит след от мачты, и вот, раз, два, прямо на блин, в том месте, где мачта крепится. Как так угадали, блин, с дырками, Вот интересно. Ладно, чем-нибудь я их срежу. у меня есть такая вот дорогущая штука, маклюб силикон, это специально для, ну, сухая смазка, для роликов, вот таких вот, как вот этот, вот сейчас я их туда, его сейчас туда буду, налив, ого, все, умер, но у меня есть еще одна банка. Короче, вот сюда это все надо будет налить, чтобы оно нигде не терло. Короче, когда оно туда льется, оно воняет таким, блин, ацетоном жутким, но зато оно все вымывает, все вымывается и начинает все крутиться, так как оно и должно крутиться, мягенько и ровненько, а потом оно высохнет и станет такая порошковая смазка, такая абсолютно несмываемая, клевая тема, очень дорогая, там такая банка наверное евро 25-30 стоит, это вот еще разок, вот здесь видно вот уже засохло, оно такое белого цвета такой порошок и он не смывается все, то есть оно так впиталось поверхность так уже остается первый готов и сейчас вот второй главное теперь провода не испортит ну вот короче получился первый и вот спиленный второй колхоз блин но что я могу с этим поделать то есть эти дырки уже здесь были на края проводов я сделал разъемы потому что зажигалкой внутри мачты совершенно неудобно ковыряться тем более там по-моему такие вот и стоят ну короче момент если что я возьму с собой еще запасные вот такие то есть обжать там нормально туда рука влазит а вот зажигать не очень тем более я хочу сделать разъемное соединение на будущее потому что оно там не очень удачно сделано то есть пришлось его оторвать небольшой кусочек и провода короткие внутри мачты но это как бы фигня потому что с этим будем дальше разбираться уже непосредственно на топе и а и и и и и и и Редактор субтитров А.Семкин